всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня хочу показать свои антуриумы как они себя чувствуют у меня просто подписчики уже просили чтобы я показала и рассказала как я за ними укаживаю и сегодняшнее видео я посвящаю антуриум я постоянно что-то меняем вот здесь антуриум поставила в такую корзину очень мне нравится хорошо прям вписывается в интерьер вот такие мои два красавца пока у меня два сорта красный у меня сорт андре и белый антуриум я не знаю как называется этот сорт я даже знаете честно говоря и не смотрела если кто-то знает то напишите мне обязательно в комментарии я подпишу очень красивое растение родина антуриума это конечно тропические леса это ароидное растение которое требовательно к влажности очень любит повышенную влажность воздух но конечно же в квартире мы не создаем такие тропики но хотя бы приблизить условия содержания нужно конечно постараться что я для этого делаем во первых я антуриум устраиваю теплый душ прям знаете такой вода должна быть теплая они это любят но я устраиваю душ раза два в месяц то есть я подсушиваю полностью грунт их ней и вместе просто ничего не прикрывая как бы душем листья хорошо и помою как раз вот сегодня у меня из душа это очень хорошо сказывается на антуриуме он выкидывает красивые цветы и выпускает листву я его время от времени опрыскиваю опрыскиваю тоже теплой водичкой из мелкого прямо от мелкого поляризатора чтоб не оставались капельки вот сейчас то после душа вы видно вот эти капельки но ничего страшного поливаю я антуриумы по мере пересыхания грунта на половину это точно а то может где-то и побольше его лучше не долить чем перелить он не любит когда у него корни во влажности прям сильно во влажности это еще от грунта зависит если грунт легкий то он и подсыхает быстрее а если грунт тяжелый он сверху вроде подсохнет а там внутри вот это тяжести корни не дышат и начинается загнивание и от этого получаются какие-то ржавые пятна на листьях декоративность теряется растения и не надо путать содержание домашних условиях и природе в природе это все конечно по-другому там вода не застаивается даже если это считается такое болотистое даже растение потому что у водоема он растет а в горшках совсем по-другому же у нас у нас там все равно грунт хоть и рыхлый но все же это горшок в каком месте любит стоять в квартире антуриум это должно быть место и не темное и в то же время чтобы солнечные лучи прямые не попадали на растение то есть умеренное такое хорошо освещенное помещение потому что будет если тоже темно если света ему хватать не будет он будет скудно цвести или вообще не будет свести это в летнее время когда светло и светит солнце а в зимнее время его нужно все-таки досвечивать чтобы продлить цветовой день антуриум это очень теплолюбивое растение не любит сквозняков и не любит стоять на холодных подоконниках это касается зимы нужно убирать их такое теплое место куда-то ставить чтобы им было тепло и конечно же антуриум любит покушать его нужно удобрять я удобряю раз в 14 дней удобрением вот либо фертика люкс развожу и еще я подкормила их перегноем это они любят грунт для антуриума должен быть рыхлый я составляю немного универсального грунта можно для фиалок там содержится верховой то немного перегноя туда перлит вермикулит и древесный уголь вот вот такой вот рассыпчатый грунт можно даже добавить туда и кокосовый субстрат размочить или кокосовые чипсы антуриум хорошо омолаживается у него есть воздушные корни и просто можно срезать вот допустим их вот прямо по почву корешочки такие есть воздушные и переукоренить это делается для того чтобы не мельчали листья чтобы был крупный лист и также чтобы растение цвело хорошо ну я свои еще не омолаживала хотя они у меня такие уже могу сказать взросленькие достаточно уже более 5 лет как на 6 это точно но у меня пока все устраивает лист вроде как бы не мельчает все хорошо мне очень нравится это растение оно конечно очень красиво смотрится и тем более сейчас появилось очень много сортов очень красивых которые бы очень хотелось приобрести но я пока себя сдерживаю потому что место просто не позволяет у меня потому что очень много растений и всем же нужно место хорошее выбрать то есть пока отказываю себе в этом удовольствие извредители а я сталкивалась щитовка это кстати щитовка заводится вот как раз то когда в зимнее время да недостаточно света и тогда вот эти все паразиты влазит и вредят нашим растениям но это в принципе легко я просто тряпочка убирала и обработала автара и все на это щитовки не стало и больше я с трудностями не сталкивалась у меня на канале есть несколько видео по антуриуму про уход подробная пересадка если кому-то интересно можете зайти и посмотреть так что заходите на мой канал подписывайтесь пишите комментарии увидимся в следующем видео подписывайтесь на канал подписывайтесь на мой канал Субтитры подогнал «Симон»